Всем привет! Меня зовут Армина. И сегодня вы поистине застанете исторический момент на моем канале. Сегодня я хотела бы вам снять видео о своих покупках одежды. Да-да, первый раз я снимаю подобное видео, но думаю, вам понравится и мне понравится снимать такого рода видео. И получается так, что у нас лето, жарко, и хочется каких-то новых цветов, что-то нового, новой ткани. И я как-то решила, думаю, блин, надо пойти на разведку, посмотреть вообще, что в мире творится. Потому что после выпускного я еще до сих пор вот такая. Так что я прикупилась с несколькими новыми платьями и другими вещами. Потому что, не знаю, что-то мне захотелось новых платьев, вот честное слово. И первое платье, которым я хочу вам сегодня показать, такой вот сарафан. Он напоминает вот гжель, вот вы знаете, это как роспись идет по фарфору. И он выполнен в подобном стиле. И да, что-то подобное мы видели уже у Дольчика Бана. Но это, конечно же, не Дольчика Бана. Что-то подобное, потому что уже много фирм начинает воровать всякие идеи. И мне очень понравилось это платье, потому что здесь... Ой, вай, вай, вай. Здесь находятся пуговички. И мне очень сейчас нравится, когда пуговицы есть на сарафанах. И вот этот сам вырез, вот такой вот... Ну вот этот. Он очень, мне кажется, очень всем идет. И мне кажется, он мне тоже идет. И я вам также сейчас его примерю и покажу, как это все выглядит. Мне очень нравится его расцветка, как оно выглядит. И ткань очень-очень приятная. Хорошая длина. И юбка шита, как тюльпан. Что напоминает где-то 70-е годы. Моя мама говорит... Нет, даже где-то 80-е, 90-е. Моя мама говорила, что сама шила такие подобные юбки себе. И здесь есть карманы. Да, вот есть карманы. А я такой человек. Я вроде бы девочка-девочка, но вроде бы я такая немножечко пацанка. И мне всегда нужно... Ой, мне надо всегда складывать куда-то свои руки. И в моем платье должны быть всегда карманы. Честное слово, я обожаю карманы. Даже в моем платье на выпускной были карманы. Представьте, в таком вот принцесса-принцесса. А карманы-то были. Да-да. Следующий я вам хочу показать блузку. Белая и подойдет и в офис, и хоть куда. Но я в офис и в школу больше уже не хожу. Я же уже скоро буду студентом. И эта блузка, она будет смотреться с любой красивой юбкой. Например, джинсовой. И да, почему бы и нет. Я сегодня буду вам все показывать, как на мне смотрится. И я буду носить, скорее всего, эту кофточку с джинсовой юбкой в стиле 80-х. И да, очень классная покупка. Идем к следующей. Следующий... Ооо, вы уже все опять увидели. Почему вы всегда очень все видите? И это будет платье в пол. Оно вот такое длинного и очень красивого цвета. И так как я рыженькая... Да-да, я рыженькая. Я очень, оказывается, красивый цвет. От рыжего идет голубой и синий. Вот, ну, вот... Вы сейчас все сами увидите. Он очень красиво, мне кажется, подходит. Например, сейчас у меня красный вообще не идет. Вот красный и вот оранжевый. Вот эти цвета мне не очень идут. Раньше, когда я была более темненько, меня не шли. Сейчас вообще не идут. А вот голубой и голубой и синий очень идут. Это платье я купила случайно. Получилось так, что я мерила одно. Мерила, 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 мерила. И случайно потом, когда то как-то вроде бы нравится, вроде бы не нравится, я увидела это. И думаю, для разнообразия просто померю. Я его померила, и она оказалась таким удобным. Я его буду часто носить, потому что лето у нас выдалось довольно жаркое. И в нем совсем не жарко. В жаркую прям погоду, в такую вот 40-42. В нем не жарко. Оно такое приятное и проветривается все. Следующая тоже у нас будет блузка. Эту блузку я увидела на менькене. И она вот такая вот блузочка. Она очень красивая, нежно-розового цвета. Я не знаю, почему-то она меня потянула на розовый. Розового цвета с такими черными каемочками. Вот здесь вот такие вот две ленты. Они непонятны для чего. Но они берутся вот так. И вот так завязываются на бантик. А на менькене было как красиво смотрелось. Вот здесь была вот такая брошка. Брошка девушка как... Типа вот выглядела как жабо. Но она продавалась без брошки. Но у меня таких... Вот таких подобных брошек делают очень много. Я что-нибудь сюда нацеплю. И будет очень, мне кажется, красиво. Потому что на менькене смотрелось просто шикарно. Такая блузка тоже. Ее выходит с какой юбкой. И она смотрится вроде бы и нежно. Но если ее скомбинировать с джинсовой юбкой. Либо такая мини-юбка черная или кожаная. Она будет очень смотреться красиво. Вроде бы и нежно. Но вроде бы а-ля рокер, который любит розовый. Мне вот очень нравится, когда я могу сочетать много стилей в одном луке. Это просто моя любовь. Когда я не люблю вот быть девочка-девочка. Если я, например, девочка-девочка, то я надену кеды. А если я прям, ну не мальчик-мальчик, но просто такой более кэшел стилей, я надену, например, балетки. Мне нравится вот комбинировать вот такие вещи. Вообще, как будто не комбинированные. Вот это, не знаю, мне приносит это удовольствие. Когда я могу сочетать несочетаемое. И классная кофта. И да, вы, наверное, скоро будете наблюдать меня, когда я буду снимать у меня видео. Потому что она такая вот для видео просто превосходная. И последнее, что я купила, это будет вот такое обалденное желтое платьишко. Да-да. Вот это платье я еще не хотела покупать. Но почему я его купила? Там было несколько расцветок. Было фиолетово с розами. Вот такое же. Вот точно все такое же, только оно было фиолетовое. И с такими же розами. Такой нежного фиолетового цвета. Я его приглядела, но на моем размере вот просто сломался замок. Там были больше и меньше, но вот именно мой размер, он был сломанный. И я немного расстроилась, потому что она смотрела очень красиво. Но моя мама говорит, Нормена, ну красивое платье возьми, ну только возьми желтого цвета. Ну почему бы и нет? Я такая, ваша мама, у меня желтого так и нет. Ну, у меня вообще очень мало в гардеропе желтого цвета. Как-то я его больше, ну как-то мы с ним, ну как-то не знаю, мы с ним кофе вместе не пили желтым цветом. Но вроде бы вот это очень мне подошло. Опять же, карманы, друзья, мои любимые карманы. И пуговицы. Пуговицы здесь, конечно, не по всей длине, как на том платье, а вот только вот здесь на груди. Ну, очень хорошая длина. Мне очень понравилась ткань, она не жаркая. Сама расцветка желтая с вот этими розами малиновыми. Сначала я подумала, что, блин, нет, желтый мне не очень нравится. Но потом я думаю, нет, желтый даже намного смотрится эффектней, чем вот нежно-сиреневый. И если в нем идти по улице, вы увидите меня за километр. Потому что самый восприимчивый цвет нашему глазу, это желтый и красный. Желтый все равно стоит на первом месте. И заметьте, почему все вывески, ой, 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 вывески сделаны желтым цветом, а на них красные буквы. Потому что мы все равно самые сильные обращаем на желтый цвет. И, ну вы знаете, я люблю быть яркой, я очень люблю выделяться. Так что, думаю, это судьба, то, что моего размера фиолетового не было. И да, теперь вот такая вот прелесть у меня в картиробе. Ну, ребят, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось подобное видео, потому что я делаю их впервые. И думаю, у вас тоже такое прекрасное лето, как у меня. Если вы, конечно, не поступаете в институт, как я. Но, тем не менее, я желаю вам всего самого хорошего. Хорошего вам лета, удачи, счастливо. Любите друг друга, обнимите своих близких, скажите, как вы их любите. И всего самого хорошего. Пока, счастливо. Я не знаю, зачем я себя ударила по щеке. Пока. Удачи. Пока.